всем доброе утро ребятки понедельник день тяжелый как говорится поэтому будем его все равно стартовать выбора у нас особо нету по крайней мере у меня вот что у нас сегодня по плану у нас по плану сегодня три термина которые мне обязательно нужно пройти и второй термин зависит сейчас от первого я уже немножко переживаю что я немножко задерживаюсь в плане того что у меня назначена в том месте в 1130 сейчас у нас 956 то есть у меня осталось полтора часа но мне нужно заехать и взять направление потому что без направления меня там не примут часто скажете надо было заранее почему-то это не сделала я не могла это сделать потому что вот этот вот мой домашний врач который мне должен дать направление она была в отпуске на протяжении с начала месяца и вот по сейчас то есть грубо говоря две недели она была в отпуске поэтому не надо не надо я знаю некоторые из вас по любому подумали вот такая шла бы заранее все делала не на последний момент нет я бы сделала конечно с удовольствием заранее но не получалось здесь магазин закрыли здесь закрыли одну бумажку взяла а теперь нужно ехать дальше как вы видели я сейчас зашла взяла вот таких вот три штучки я вам их уже как-то показывала что я их покупала пробовала с собой брать как снэк и вот я взяла три штуки я за раз съедаю половинку это значит мне хватит в принципе надолго да там с собой брать в дорогу и вот так как я сегодня тоже на ходу скажем я дома не позавтракала вот эти вот промежутки между питьем и едой они реально не дают мне спокойно жить я вот встала утром выпила свою таблеточку до утреннюю следом налила себе чай я успела выпить пол бокала чая и и потом мне нужно ждать полчаса прежде чем я смогу покушать и потом еще полчаса прежде чем я смогу попить и это время все до которого у меня особенно с утра нету я успела или с дани накормить илюша в школе уже я им сделала завтрак они сели поели я бегала пока там собиралась и все вот вот так вот они выглядят внутри с такой прослоечкой молочной единственный их минус что они очень сильно крошатся но они очень вкусненькие и несмотря на то что они хрустящие они очень хорошо на разжевываются то есть ну извиняюсь за подробности данного в рту получается такая жидкая кашица это самое то потому что я не буду тогда переживать что у меня где-то в дороге разболится желудок ну извиняюсь ну извиняюсь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот это, кстати, центральный суд Очень такой большой, скажем По своим не только масштабам, но и властности Будет так выражаться А вот это вот, желтое здание Это тоже суд Только там уже такие, скажем, поменьше делишки решаются Вот И иду сейчас к следующему врачу Хочу проверять почки Ну, анализы я уже сдавала Я вам показывала пару дней назад Рассказывала И теперь вот посмотрим, что по анализам мне Тетя доктор расскажет Ну Надеюсь, что все нормально Субтитры сделал DimaTorzok Знакома вам? Это картинка Я недавно вам ее уже показывала Сейчас я вам расскажу, что мне рассказал мой доктор Ой, ребят, погода испортилась Дождь капает Вообще не прикольно Мне так не нравится Смотрите, на кого я похожа, блин Вообще, погода, конечно, не очень прикольная Я что-то вышла, забыла шарфик на себя нацепить Холодно Ужасно Оооо, холодно Сыро Короче, что мне сказали Сказали, что в почках у меня камни рассосались Тогда я не понимаю, а почему у меня болит спина Постоянно поясница И нет-нет, бочина здесь болит Сказала мне тоже, что я мало пью Сказала мне про эти бактерии мои тоже все Но это я, в принципе, знала Бактерии я имею в виду в желудке Которые скоро, по идее, должны мне уже дать пить антибиотик Вот И она мне сказала, что Она хочет в январе Ну, это уже конец января Мне дали термин Она хочет проверять у меня давление То есть там на сутки повесить мне этот аппарат Потому что она говорит, что у меня есть расположенность Или уже сейчас Она мне спрашивала мое давление Я почему-то всегда думала, что 120 на 80 120 на 90 Это, в принципе, неплохое такое давление Она говорит, нет Говорит, 120, 125, да, это хорошо Но, говорит, 80 и 90 Это уже немножко завышено Не экстремально, говорит, но начало уже есть Потому что нижнее давление должно быть меньше 80 Вот И дала мне такую тетрадь специальную Я должна буду сейчас в декабре и в ноябре Мерить давление каждый день утром и вечером Ну, допустим, одну неделю в ноябре Одну неделю в декабре И одну неделю в январе И в конце января они мне повесят этот аппарат В общем, она хочет проверить, заняться моим давлением Врач действительно обалденный Она, хотя занимается, по сути, только почками Но она проверяет все Она мне сделала сейчас ультрашаль Она посмотрела желудок Она посмотрела почки Она посмотрела эту артерию Вот эту самую важную, так скажем Она все мне посмотрела Что вот здесь по бокам, сзади, спереди И сказала, что в принципе у меня все выглядит достаточно хорошо Но мне нужно научиться пить Потому что, ну, говорит, мало, мало жидкости Бля-бля-бля Вот, ну, блин Это я, конечно, и знаю Но, в принципе, новости так-то плохих нету И это уже большой плюс И меня это сильно оратует Девочки Девочки, девочки Девочки, паулина И мася тоже Глаза Бешмоб А вы чего? Ты что на меня шипишь? Ты меня забыл? Память куриная А курочка? Девочки И девочки Вы всегда всем рады, да? Вы всегда всем рады Сейчас я буду кушать омлет с помидоркой Хлебушка Развезла всех по домам Ну, маму с Надюхой И сейчас вот припарковалась Надо идти Пока дождик стих Потому что дождь идет Прямо прохладно Ветер дует Вообще погода беспонтовая Но вот эти теории Они намного круче Чем были те Раньше у нас Здесь все Кто коротко до операции Кто коротко после операции И это действительно интересно Когда мы между собой Рассказываем какой-то опыт Какой-то там Я не знаю У кого как это проходило Все То есть это на самом деле интересно И те, кто еще не прооперирован Они могут Где-то на ошибках Поучиться наших Где-то что-то для себя Полезненькое Вытянуть Интересненькое В общем, это на самом деле Очень крутая штука И у нас группа В этот раз По теории Намного лучше Чем была та С той мы не общались Практически Ну, не практически В принципе Вообще не общались А с этой группой По крайней мере Вот С одной С которой я лежала В палате Мы с ней переписываемся И общаемся постоянно То есть Ну, прикольно Вот И все такие Общительные Веселые Простые То есть вот эта группа Мне прям Очень сильно нравится Все, ребят Я поскакала до дома Потому что я боюсь Что сейчас опять дождик пойдет И буду потом Бежать Подождем У нас тут Видите Какие лабиринты И мы каждый раз Когда входим Домой Или там Из дома То О Это что тут едет Мы ищем Где вот Например Для нас Дорога И вот В последние дни Я замечаю Что для нас Вообще Дорогу Не оставляют Мы идем там Где Находим Проход Вот Вот как-то Вот Я сейчас вот иду Вот так вот Вот И каждый день Новые дороги Лабиринты Так Вот Машинка постирала Сейчас надо в трактор Переложить Сушилку И я пришла после теории И сразу бросилась Ух Сразу бросилась Варить супчик У меня здесь супчик С картошечкой С курочкой Там вот буковки Лапшички И поджаренный Лук И морковь Ничего такого Необычного Но он получился Какой Наваристый Хорошенький И вкусненький Вот что-то мне Прям вот То, что Холодное время года И мне хочется Постоянно Кушать Супчики До этого Был борщ Теперь вот Такой Супчик В общем Да Все Надо вот это Переложить Чтобы Высушилось Это время Уже Пол девятого Уже как бы Поздновато Немножко Для таких Вещей Но Надо было Даня Вылил Молоко И налил На себя Нужно было Чтобы эти вещи Обязательно Постирались Ты выиграл Ура Ну-ка давай Еще раз Вот еще Давай 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 Субтитры сделал DimaTorzok Все твои Сидим с Даней Даня там кушает паприку Молока налил Смотрим, ну погоди Это мой самый любимый мультик В детстве был И я тебя тоже Я смотрела всегда, ну погоди Том и Джерри И приключения Шурика Это было самое крутое Были кассеты На Видике И я их смотрела Не переставая Это было вообще Погрузилась в детство Мне так нравится, что ему нравится Молодцы? Класс Ха-хі-хі-хі Пуп па Мноть в Including Бар Субтитры сделал DimaTorzok